что ты смотрел вообще чтобы это понимать или пузики смотрел давай войны папину дочь хорошо что сегодня собрались все кто знают друг друга кроме маши поэтому маша я все знают это маша давайте придумаем прозвище каждому на сегодняшний вечер давайте я можно это давид давай так и назовем ее давид а наше полное имя да нет давиду лян да виду до чего судьба моему цвету волос принципе настя не подходит конечно давай я буду ну лёшка а ты будешь по паспорту ты хочешь чтобы тебе приехал общество ключи давайте поставим точку на этого покажи просто в камеру сколько у нас включили 1 разу всё давай давай один раз и всё мы закроемся просто сделай всё раз я так мемом, бросим, 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 бросим Ну проси, Чехов проси, я не буду показывать ключи. Ты бука моя, ты бука моя, на. Острое? Главное, ключи покажи. Открой, пожалуйста. Леш, ты не выключи показываешь? Неа. Ну, пожалуйста. Хорошо, что ты можешь вместо ключей показать? Хорошо, начнем с того, что ты можешь показать. Что ты можешь, Леш? Сейчас мы поймем, давайте начнем. Ключи не можешь. Ну, я не знаю. Леш, ну, зашли как-нибудь сам. Давай начнем. У меня по сценарию, Леша показывает, сколько ключей. Все, я сейчас тебе не знаю, зачем заменить это. Хорошо. Окей, сегодня день рыбака. Давайте поговорим об этом, Леш. Что ты думаешь по этому поводу? Я однажды словил рыбу. А ты, Давид? Я не ловил рыбу. Никогда в жизни? Ты не был на рыбалке никогда? Ты не был на рыбалке. В Армении нет рыбалки? В Армении есть рыбалка. Но там нету рыбы. А ты почему сбежал из Армении? Потому что ты очень хотел волосы покрасить. Я там не забыла. Да. Отец злился, не давал мне это сделать. Ну, собственно, я покрасил, а потом об этом узнал. Почему? Ну, я здесь. На вопрос, почему ты переехал в Москву? Я так хотел покрасить. Я так хотел покрасить, да. Пока вы смотрите наше шоу «Замес», вот вам реклама Алиэкспресс. Реклама! Представьте, если бы был такой инструмент, благодаря которому можно было найти любую вещь. Просто заходите в приложение Алиэкспресс, находите там уникальный сканер, который найдет любую вещь. Представьте, любую вещь. Настя. Заходите в сканер, открывается камера, наводите ее на необходимый предмет, и приложение выдает вам все, что есть похожего на Алиэкспресс. Да. Представьте себе. Представьте, что можно было все искать. Найти любую вещь. Как музыку в «Шазаме». Да, одежду. Понравилось платье на Насте? Хиракс, открыли приложение. Нашли платье. Нашли платье. Купили. Купите, если есть деньги. Но с Алиэкспресс возможно все. Итак, заходим в приложение. Заходим в приложение, открываем сканер, наводим на Насте на платье. У нас прорабатывается платье. Внимание. Итак, что это за варахолка? Опа! Нешанцы. Такой дешевый. 800 рублей. В общем, ссылка в описании. Что, ты не был на работниках? Нет, ни разу не был. Нет, на самом деле, ладно, пизжу, нет, не был. Спасибо, что спизел. Красава была. Настя, расскажи, ты была на работниках? Да, конечно, была. И как? Что тебе запомнилось? Я поймала два судака. Знаешь, как он выглядит, судак? Да. Как? Ну, так. Вот такой. Вот так все рыбы выглядят. 15 сантиметров. Нет, там было больше, явно. Черный? Нет, светленький. Судачок. Судачок? Леш, как ты думаешь, Настя действительно была когда-нибудь на рыбалке? Да, была, у меня есть фотография в инстаграме. В Чехии хорошая рыбалка, кстати. Привет. Привет. А у вас нет салфеток? Нет. Есть салфетки у кого-нибудь? Так. У тебя две косточки. Я покажу вам косточки. Я смотрю, Настя, я покажу. Олег, Олег, пожалуйста, можешь салфетку? Всем приятного аппетита. Жизнь, я остановлюсь. Всем приятного аппетита, да, спасибо. Вы, кстати, слышали, что инстаграм все для лайков выбирает. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Серьезно? Это 100% инфа? Да, это сотка, инфа сотка. Серьезно? Не будет больше лайков. Как всегда, я первый в российском сегменте инстаграм стал на мне ставить эксперимент. Теперь я не знаю, сколько у кого лайков, сколько у кого просмотров. Я плохо сплю. Я не знаю, скольким людям нравится Тимати и Бузова. Ну, то есть, если ты только видишь... Прежде всего, можно удаляться из инстаграма. Почему? Бизнес-аккаунт все равно видит аналитику твою. Ну, как бы ты все равно видишь. Бизнес-аккаунт видит мою аналитику? Ну, у тебя бизнес-аккаунт. Все бизнес-мены видят твою политику. Политику. Аналитику. Да, серьезно? О, давайте все бизнес-мены видят твою политику. Ну, а кто может хотеть, чтобы ушли... Почему у тебя... Потому что, нет, потому что ты не... Я знаю, какой контент у меня заходит, а какой-то... Как это высокохудожественная фотография, они не собирают. Я хочу выкладывать то, что мне нравится. Так ты понимаешь, что ты не будешь видеть, что тебя лайкнул Давид? Почему ты от этого страдаешь? Я буду, а я всегда его лайки сразу привяжу, а не первое его свидетельство. Я не уверен, что ее лайкнул там, например, ты. Почему это произошло? Потому что это психологические проблемы у людей начинаются из-за того, что кто-то считает, что он популярнее, там, да, на нервной почте. Мне кто-то говорил, что там из-за рекламы якобы. Чтобы реклама проходила через Инстаграм официально, чтобы они зарабатывали на этом бабки. А как это связано? А сейчас типа реклама проходит мимо них. Ребят, вопрос следующий. Вот смотрите, мы, каждый человек за этим столом, мы напрямую зависим от соцсетей. Так, если их не будет... Вот вопрос. Я на КамАЗ. Вот вопрос. Что ты на КамАЗ? На КамАЗе работать. Дальнобойщиком? Да. Дальнобойщиком? Да. Почему дальнобойщиком? Всегда мечтал. Чтобы там разные... А мне всегда мечтал, чтобы в тачке, короче, вот типа... Проститутка... Да, трахать. Сделай, да. Проживание снимаешь. Сделай, бля, кепку нахуерь, на всякие грузовидские шлюху. Давай, что тебе сейчас мешает это сделать? Ребят, пожалуйста, если вдруг Инстаграм закроется, я... Сами понимаете, мне некуда податься. Пожалуйста, я жду от вас предложений. Пишите мне на почту. Не жанничайте, реально. Парень хороший, я с ним в Париже спал на соседних крестах. Я готов даже идти не за рулем ехать, а вот напарником быть, который будет будить вас постоянно. И шлюх водить сзади, чтобы отдыхали. Шлюховод. Шлюховод, 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 Шлюховод. Самое интересное, что я после Инстаграма... Нет, а Леха каждый раз выслыхает дверь. Леш, можешь не говорить, мы знаем, куда ты пойдешь. Нет, Давид, Горька у нас девчонок, а Леха такой. Дай, пожалуйста, пить. Они смеются. Русским нельзя ездить в Париж. А я не русский. Я не минин. Ну, короче, вот. Самое интересное, что я лучше вас устроюсь после Инстаграма и прочей херни. Нет, потому что я из ТикТок. Нет, потому что у меня ждут... Я пошел дальше, я представляю, куда пойдет работать он. Представляете? Лёв, сколько время? Лёв, в принципе, у него не жаль ты. Он может везде работать. Лёв, сколько мы еще можем смеяться? У него сначала рука дергается. Это смешно. Это смешно. Когда уже меня спросят. У него там в глазах дьяволок. Ладно, все. Мы не будем продолжать. Нет, это смешно было сейчас. Смешно, да? Мне понравилось. Все, мы тогда продолжаем. Да. Поехали. Итак, тема для обсуждения данного выпуска. Форт Боярд. Лёш, ты говоришь, что хочешь продолжать эту тему? Про паспорту? Нет, мы можем обсудить паспорту. Давайте лучше обсудим что-нибудь другое. Давайте. Давайте обсудим вот что. Давид, если бы ты был женщиной, ты бы все-таки сам работал или был эскортницей? Слушай, ну... Тебя Настя зовут, не смей порочить это имя. Если бы я был девушкой... Вот, красивая, красивая. И тебе предлагают, например, идти в ресторан за деньги. Что ты будешь делать? Типа за 13 тысяч в месяц или одну ночь за 13 тысяч в месяц? Я был бы шлюхой. Ну, ясно. Вот я о чем говорю. Ты бы все-таки был шлюхой разводящей? То есть ты бы разводил и не трахался? Так же возможно, мне кажется, есть такие бабы, которые не трахаются и разводят на башню? Слушай, да, я бы не давал. Вот я был бы, знаешь, такой стервой, который просто вот за деньги идет и вот не дает. А ты будешь соглашаться на все, что я тебе буду предлагать? Нет. Определись, кем ты будешь, шлюхой или стервой? Шлюха, стервой. Стервой, просто стервой. Я вот тоже бы задумывался об этом. Ну что, вам нравится наш замес? Тогда подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. А вы знаете, что мужской эскорт дороже, чем женский, недавно просто узнал? Расскажи, откуда ты это знаешь? Расскажи, Матер. Расскажи, Матер. Есть ли какой-то чувак с ним? Мой, он тебя хотел спросить. Да, она сама уже об этом рассказывает. Давай. А чем, подожди? Ну, про мужской эскорт. Ну, короче, что есть мужской эскорт. И это стоит, типа, 30 тысяч, а 30 тысяч. То есть там в городе... Снимала себя, Матер. Сейчас ты пользуешься? Мужским эскортом никогда не видел. А что входит в эти 30 тысяч? Подождите, я не знаю. Ладно, ладно, не ври, давай, подожди. Что входит туда? Что входит? Ну, ходишь ты в ресторан. Сидишь с женским... Сейчас, подожди, Леша, покажи, сколько стоит. Он оплачивает или ты? Женщина старая звонит мужчине, берет мужчину за 30 тысяч. Есть какой-то менеджер у них у всех, у мужчин. И мужской эскорт дороже же. А это ты чисто случайно ошиблась номера. Столько информативно звонила. А подожди, а вам входит в эти 30 тысяч или нет? У кого-то входит. Кто покручивает, у них не входит. Ну, это ты чисто случайно позвонила, да? Да мне сказали, мне рассказали. Уволилась давно, нет? Я была менеджером. Такая, да ладно, я там работала. Менеджером симпатичные, ребят, разные мужчины. Когда с какой целью интересует, что с такого вопроса уходит? Просто интересный. У тебя денег много? Нет. А сколько у тебя денег? Настя, ты платила когда-нибудь мужчине за секс? В смысле? Да, скажи, пожалуйста. Скажи честно. Ну, какого-нибудь такого, блядь, стрикизера какого-нибудь. Кто мне дает? Да. Деньги. В смысле, я зарабатываю деньги. А сама? Да. Я работаю тоже блогером. Видите, совсем и незнакома оказывается, и не знаем ничего друг про друга. Вот так вот. Да. А ты думал, что Настя дает деньги? Нет, нет, я просто интересовался. Мало ли, вдруг, ну, как бы, вопросы же прямые задаем. Так, тихо-тихо, я слышал уже где-то звон. Не, ну, я просто знаю Настю, я знаю, что она работает действительно сама, и я это вижу. Первый раз хоть наконец-то, хоть что-то хорошее про меня скажу. А теперь буду ебажить. Нет, не смей, блядь. Ты сейчас проткнешь мне нос. Сколько палочек? Серьезно, я просто думаю, что Настя могла бы жить, ну, гораздо круче, если бы она пользовалась мужиками. Настя могла бы жить гораздо лучше. Подай, пожалуйста. Да, я это подтверждаю. Она могла бы жить гораздо круче. Что? Подай, пожалуйста, мне дальнюю, дальнюю. Дальнюю? Слушай, там... Олег! На. Нет, я хотел, чтобы Настя мне... Нет, пусть Настю даст, пожалуйста, Олег. Настя, дай, пожалуйста, пицца. Пицца? Дальнюю, дальнюю роллу. Дальнюю роллу. Да вы заболбали. Настя, а почему ты решила все-таки работать на этом поле? Ну, потому что... Это же трудно, ты же реально заебываешь, летаешь, заморачиваешься. Я честно очень заебывалась. Заморачиваешься. В общем, я не пиццу хотел. Нет, потому что я не проглотовывал. Давайте, давайте подумаем. Да, поел уже, я поел уже. Как? В смысле? Ну, это просто, ну, я не знаю, я не могу и так. Ты просто столько сил тратишь на это. Ну, что делать, зато я никому не обязана ничем. А ты была кому-нибудь когда-нибудь обязана? Ну, кроме ролевых игр, когда мы с тобой вон там бегали. Мы еще не бегали, ты все обещаешь, и, знаешь, все, одни что. Ходите перерыв сделай, побегайте пока. А не побегайте, мы поговорим, подождем. Блядь, а можно в ролевую игру ведем Леху? Не-не, а сколько в ролевую игру еще человек в шахтеет? Лех, сколько? Человек. Сколько у вас было максимально, Леха, это было? Я мало сниюсь, я поддерживаю тебя. Можешь поехать из Форт Боярда, но Форт Боярд не уедет из тебя. Эх, следующее. Давайте, Маш, теперь ты скажи, чем ты занимаешься, работаешь? Я пишу микстейк, я рэк. Серьезно? Да. Для меня все возможно, с моей картой все возможно. Мне подарок, все не просто, я на базе суток просит. Вон, потрачу кэш безумный, вон, 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 вон. Они меня не видят, я искусно. С тачки моих купил без спроса, мы замутим лучше. Так, здесь фибы назревают. А микстейп, это микстейп, это микстейп? Микстейп, это микстейп? Микстейп? Микстейп, это мини-альбом. Который мне так много песен, как в альбоме. Типа, грубо говоря, в нем 8, 7, 6 треков. А что, о чем ты пишешь? Слушай, ну в альбоме в полноценном около 9-10 треков. Ну, здесь, да, ну вот микстейп, это поменьше. Поэтому ты выпустил три песен, да, у тебя в альбоме? Пять. Я буду пьяным, честно, первое. То есть у тебя не получается блогерство, и ты решила делать музыку? Да, именно так. Серьезно? Нет, не совсем. Перестало получаться блогерство, а он решил уйти в музыку. Я делаю музыку, потому что я хочу ее делать, у меня это получается. Прикинь, вот я жила-была блогером, и не знала, что я могу писать тексты. А тебе это кто говорит, что это получается? А жизнь, жизнь, мне это говорит, ты опыт мой. Да. У вас один тот же человек, который тебе тоже говорит. Да. Твой менеджер. Давайте, что им это за хуяльным? А, вот ты какой. Ну, конечно, вдруг сейчас тебя увидит какой-нибудь продюсер. Нет, я не хочу. Ну, что? Он как раз, у него место освободилось? Нет, я не хочу, я не хочу продюсера. Почему? А как ты сама? Да. Потому что это андеграунд, да. Потому что я хочу делать то, что я хочу делать, я не хочу, чтобы мне кто-то завязывал. Кто уже в живую хотя бы встречал? Фейса. Я встречала. В 11-12-летие ты вообще такой красивый? Слушай, да, реально красивый был. Вот я подумал, если бы я был тёлкой. Что ты был бы Марьяна Ро. Я однажды была на его концерте, когда он ещё был непопулярный. У него были 12-летние голые дети там. Они выступали и кричали. Ну, они так мастались. Да. Голые дети? Ну, они раздевались. Да, раздевались. На сцене любезная? Они были примерно такие же, как ты, только голые. Нет, 12-летние, они уже выше меня. Семилетний ребёнок уже выше меня. Показал, да? Семилетний ребёнок, у него там всё три, блядь. Какая в сентябре он три? Понял, когда разгорит, у него всегда выскакивает. Лёх, ладно, мы тебя поскусили три, так три. Вам понравился наш замес? Тогда подписывайтесь и ставьте колокольчик. А можно попросить Лёну сейчас показать своё зелёное движение? Три, два, четыре. Я сегодня буду пьяным, буду грубее. Это твоя песня? Да. Офигеть, а я знаю. Ты знаешь её? Кто-то под ней снимает тик-ток, я не знаю кто. Да. Я видела. Лёх, ладно. Лёх, ладно, я не снимаю тик-ток. Сколько раз вы уже снимали? Один. Точно? Уберёшь? Привет. Альбин, привет! Привет, Альбин! Давай, давай, давай. Такая Альбина моя, она нам всегда позвала нас. Пустила нас. Всё, бро, хорошо, договорились. Давай, на связи. Итак. Кстати, щит будем делать судьбами. С кем? С Роменом. Ты оттюбёкся. Такая Альбин, но не для тебя. Ну ты с ней русский не будешь делать, да? Понял? Не для тебя. Давай, три качества в мужчине, которые важны. Для тебя. Так. Блин, я же всё знала. Вот сейчас соберись. Руки, ноги не считай. Потому что я лично, вот очень хочу, чтобы ты нашла свою судьбу. Я тоже очень хочу, я занималась. Вот реально, очень хочу, чтобы ты перестала со мной, на меня срываться. Возможно, у нас сейчас волнует тот самый, который будет с тобой до конца жизни. Пожалуйста. А возможно, ещё и Митя, можно и сесть туда? Привет. В смысле, вообще-то... Вообще-то в другой на моих глазах сейчас обнимаешься. Можно я его утерпеть? Это что? Это в коммерческих целях? Можешь, пожалуйста, Милу? Почему замолчал? Почему он сразу не сказал? Конечно, в коммерческих целях. Каких-то коммерческих целях тоже не делал? Многоуважаемый будущий муж Настя. Ты договоришься, что мы любовницы. Это больно? Это что? Многоуважаемый. Сейчас поговорим потом. Лишь, вот всё. Мы ещё попробуем. Много. Так, Олег, подожди, тут очень важный разговор. Многоуважаемый. С кем? Давайте с кем мне разбираться. Многоуважаемый будущий муж Настя. Здравствуйте. Я знаю, что ты жив. Я надеюсь. Блядь, я тяжёл. Кто? Если ты ещё жив, я хочу, чтобы ты пришёл и протянул ей руку и просто встал на колено и подарил ей кольцо. Она ждёт тебя. Сколько можно ждать? Чего ты ждёшь? Она устала. Мы устали. Ходит ко мне жалко. Когда ты уже придёшь. Я на это жива. Иди домой. Она уже ходила тебя искать в передаче. Вы ищу тебя. Она искала тебя в Икеа. Кстати, да, я. Где ты? Кстати, Олег. Угадай мелодию. Напиши ей в директ. Напиши ей в директ. Будущий парень. Настя, ты очень ей подходишь. Ты красивый. Ты молодец. Да нет. Потому что даже с Сибитовой познакомился для этого. Так ты да? Я не хочу шутить на эту поводу. Это дело. Ладно, да. Потому что я всю дорогу думала. Всё, зачем мне её заводить? Знаете? У меня всё хуйня. Прикольно. Лёш, смотри, они играются. Мы играемся, ребята, всё хорошо. Да, типа так. Всё хорошо. Мы играемся, просто играемся в торлевые игры. Лёш, давай третьим будешь. Давай. Давай. Третьим я могу. Каким ты будешь, Лёша? Всю жизнь третий, блядь. Покажи. Не могу. Какой? Давайте вы покажете, каким я буду. Вот так, как вы хотите. Сделайте этот жест. В смысле? Вот этот жест делайте, как вы там делаете? Ну это на монтаже уже сделали. Ну что, время перекусить. Как? Время попиздеть о чём-нибудь нужном. Итак, сейчас поиграем в игру, кто быстрее съест пиццу. Ребята, а подождите, вы знаете, что интересно? У тиктокеров там тоже, ну они тоже как бы это... Блогеры. Блогеры. Есть палки. Ну у них там тоже, прикинь, ну среди них-то он самый крутой. А ты самый крутой? Ну три миллиона у него только. Всегда хотел спросить, а толку-то? Ты каждый день выставляешь, блядь. У тебя в Инстаграме, в Инстаграме, в Инстаграме тикток рекламируют. Смотрите, у меня три миллиона, блядь. Каждый день, и они добавляются, 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 а толку-то, блядь. А что там у вас в тиктоке? Леш, каждый сколько раз? Каждый... Что там в тиктоке? Блядь, я почти. Питерпать. Блядь, сука, 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 блядь. Леш, расспокойся, да смирись, ты спокойно показывай. Не надо выключить. Нет, блядь, нет, блядь. Вот так пидорами становятся. Леш, что у вас в тиктоке там происходит? Просто я вообще... Смотри, Настюш. Подожди, Настюш, смотри, скажи... Да мне поздно дошел, блядь, я просто думал, блядь. Что ты говоришь? Да не, ничего, на что. Да про пидоров он пошутил, вы поняли сейчас? А-а-а! Нет, а что мы с пидорами? А что, ты с пидорами? А ты с пидорами? Леш, Леш, сколько пидоров за этим словом? Блядь, я не могу знать. Ну что, нравится наш замес? Тогда подписывайся и нажимай колокольчик. Ух ты. Короче, расскажи, что там в тиктоке происходит? Кто там самый популярный? Сколько у него подписчиков? Что они ему дают и дальше. Ты рекламу продаешь там? А там правда, говорят, чем больше подписчиков, тем хуже жизнь. Да. Да. А рекламу продаешь там? За сколько? Не скажу. Ну скажи, ну хотя бы. Ну примерно. Ну вот и то. Не скажу. Я могу сказать сколько. Говори. А после с какими миллионов подписчиков в тиктоке начнут платить? Уже с нуля. Говори. Говори, ладно, не спрашивай. Ну скажи, сколько рекламы, ну скажи. Сколько за хату отдаешь? Скажи, сколько рекламы. Ну мы уже говорили об этом. Ну скажи, скажи. Альбин, сколько я за хату отдаю? Пойдем к Альбину. Ай, сколько у меня пост стоит? Ай, сколько у меня хату нашла? Альбин, это ваша хата у нее там? На моем канале мы встречаем нового друга. Альбина. Альбина, здесь она. Иди када. Здесь телефон. Она риелтор. Лучший риелтор в Москва-Сити. Серьезно? Да, здесь телефон. Ген, ты обещал. Там ссылка в описании. Ссылка в описании. Телефон в суд. Тема Тарасов завел в своей дочери инстаграм спустя 10 дней после рождения. Монетизирует. Прикольно. А как вы к этому относитесь? Ну у нее не будет лайков. Он не доширал лайков. Слушай, на самом деле, многие могут сказать, что это типа бред полный, но я так скажу. Я думал, если бы у меня был ребенок, я бы обязательно сделал бы ему инстаграм, сделал бы ему там ютуб и обязательно бы что-то вел бы, ну типа придумал бы крутой контент и делал бы это. А с какой целью? Я бы прям вообще... С какой целью? Слушай, с какой целью? Ну это круто, мы дальше двигаемся, ну как бы, блин. Мне кажется, обязательно я скажу, вот вы знаете, что в Штатах есть ребенок маленький, там 7 лет ему, и короче он с помощью там своих родителей на ютубе зарабатывает 10 миллионов там что-то за месяц, долларов на распаковке вот всяких игрушек. Да, это самая популярная штука. Самая популярная штука. Самая популярная штука. Ну как бы здесь, ну я не думал, правда, про деньги, но типа в этом плане тоже. А теперь я подумал. Понятно. Да, ну в принципе, я подумал 10 миллионов долларов. Что, не лишнее? Как бы, да, почему бы и нет? Хочешь детей? Да. Все, отлично. Альбинка? Слушайте, у меня на самом деле была такая идея, может быть, может быть, у меня была такая идея, я когда узнал про распаковку, то реально сейчас зарабатывают на распаковке. Решил распаковать что-то? Я решил сделать Children's Challenge. Подожди. Челленд. Подожди. А как вы думаете, кого он? Он ведущий там. Нет, он ребенок есть. Давай, Маша, дойди. Давай, погнали. Всем привет. Это наш Children's Channel. И это мой сынок. Привет. Привет. У нас есть упаковка из Китая. Сегодня мы распакуем новый подарок, который вы прислали нам. Сынуля, распаковывай. Держи. Что же там такое? Интересно. Открой. Интересно. А что же там такое? Итак, барабанная дробь. Барабанная по твоей лысой голове. Сыной. У вас папа так не разговаривает. Так, 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 так. Держим верх. Я жился в роли. Посмотри. Итак, закройте глаза. Я должен это увидеть первым. Закройте глаза. Давай, малыш. Закройте глаза. А сколько глаз нужно закрыть? Такие уебки, блядь. Сынулька. Давай. Раз, два. Открываю. А он не в спице, а не говорит три. Говно. Сколько там подарочков? Не знаю. Посмотри, ботярь. Давай, говори, что здесь. Хуй. Я не понимаю, блядь. Настя, ты не знаешь. Что ты знаешь? Ну давай, вышла из образа. Что это за хуйня? Я, блядь, оранжи ботярки нахуй. Сам в YouTube, блядь. Игрушки распаковываешь. Что за хуйня, блядь? Это кто подсунул, блядь? Давай. Серьезно, а что это? Ну, обыграй, как? Скажи, что... Ну, обыграй, да, там, типа, трансформер. Скажи же, ой, какой игрушечек. Какой там трансформер? Вау, здесь так много лего. Да, вот, друзья. Держи, пап. Пап, и это лего. А сколько там лего, сынок? А это мой сынок, аутист. Здесь капуста, блядь. Иди-ка, собери мне капусту домик, блядь. Иди, блядь. Ты где, блядь, такое лего видел? Блядь, ну ты же ему сон сказал. Сколько здесь денег? Мы богатые, а? Блядь, ты ему сказал, обыграй. Он обыграл. Сынок, ты молодец. Какая здесь шлюха сидит. Пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть все это шоу. Пишите в комментариях, если хотите еще, чтобы мы распаковали подарочек с моим сынулькой. Слушай, а мне кажется, это пиздатый контакт. Я бы смотрел, вот, а урод ебал, я бы сидел бы нахуй, смотрел бы ваши выпуски, как вы нахуй распаковываете. Ты реально? Блядь, я был бы тем человеком, который делает эти подарки нахуй. Присылайте нам свои подарки, а мы с моим сынулькой распакуем именно, может быть, твой подарочек. Попрощайся. Что я тебе делаю? Пока. Нет, нормально. Нет. Пока. Ставь лайк, вот это. Нет, нормально. Колокольчик. Давай. Пять. Всем пока. Пять ключей. Всех. Ну что, попрощаемся? Всем пока. Реально капуста? Нет, там лего реально. Я ж тебе говорил, зайдет. Да. Спасибо. Ой. А что ты так делаешь? Спасибо. Спасибо. Микеланджело, Рабаэлло. Хорошо распаковали. Мне понравилось. Я ж тебе говорил. Блядь. В лего. Олег. Олег. Я была на лего, блядь. Все, давайте. Поехали. Тактика. Ты лего на... Какого надо... Ольбина. Альбина тебе не будет искать в арте. Давайте поговорим про шаурму, которую Амиран открыл. Мне вот интересно послушать ваше мнение. Не, не то самое. Первого, кого бы я хотел послушать, это Настя. А что? Ты уже провал шаурму? Молодец, открыл уже, открыл парень шаурму. Уже сеть, уже сеть. Ну, молодец. А сколько их сейчас уже? Я не знаю. Чтобы ко мне, я вообще... Ну, братан, кто с ним остался? Ты пожалела, что ты рассталась с ним? А так бы, получается, ваша была шаурма? Нет, нет. Не пожалела. Нет, я молодец. Ты бы хотела ее готовить? Да нет, почему? Анастасия Сардарова. Ну, хватит секундочку. Была бы сольгия какая-то. Красивая. Почему вы связываете меня в контексте с шаурмой? Нет. Не в контексте с шаурмой. А канал, который назывался Девушка Хача. Думаю, это два года. Мы год назад разошлись, и вы не можете... Блядь. Хороший проект, да. И там начало было как в индийском кино. А че? А че? Шаурмой. Неудачная шутка в России. Ой, боже. Ой, извините. На самом деле у Амирана... Это все в коммерческом целях. Давай, Леш. И в коммерческом целях. У Амирана говоришь ты? Леш, ты говорил про Амирана. Да, на самом деле у Амирана три шаурмы. О-о-о-о! Да ну, нахуй! Я думала, что это было. Вот это ты красава. Выгнал, выгнал. Молодец. Тянул до последнего. Интрига была, понимаешь, такая очень... Вот это ты молодец. Вот перед я вот держусь. Молодец. Братишки-малышки, вам нравится наш замес? Тогда подписывайтесь и ставьте колокольчик. Если бы вы могли какой-нибудь... У вас были деньги открыть бизнес. Как что? А че ты меня смешно? Чем бы вы заедете? Если бы у тебя только здесь... Я знаю точно, что Настя хочет открыть автомойку. Серьезно? Была такая идея. Ты лично будешь... Мы даже придумали название и... Тук-мочалка. Я, кстати, говорю. Я так и назвала. Я очень хотела, честно говоря, это сделать. Потом я очень с несколькими людьми обсудила эту идею. И мне сказали, что у меня будут... А что за люди? Мойщики? Мойщики! Те у кого уже есть, это мойки. Как думаешь? Позвольте? Мойки. Да и нахуй! Хуй я собрать! Я слышал. Просто не знаю, что нет. Ты не слышишь. Настя, кто тебе сказал, что не нужно открыть мойку? Ну, человек, у которого уже есть автомойка. Мойщик? Нет, автомойка. Автомойка в Чехии или в Европе? Блядь. Сейчас новый прикол. Настя, чеш в деле. Какой вопрос был? Насть. Ты была? Настя, Настя, Настя. Нет, тот человек, у которого есть автомойка. Одна? Я с ним обсудила. Нет, сеть. Но он сказал, что там у тебя будут... Это Димати, у него уже открылось недавно. Боже, Млой, вы не хотите слушать его? Я тебя слушаю, я молчу серьезно. Ну, давай тебе вечером послушать. Я молчу серьезно. Автомойка. Настя, куча людей сейчас, блядь, хотят автомойку открыть. Что сказал тебе этот человек, блядь? Отговори. Скажи, скажи он, блядь. Отговори, блядь, скажи секрет, как не открывать мойку. Очень большая конкуренция. Когда говоришь, во-первых, сюда показываю, во-первых. Во-первых. Очень большая конкуренция. Во-вторых, там надо было быть постоянно и контролировать работников. Они, потому что, значит, будут обманывать. Только на автомойке нужно контролировать работников или нет? Ну, как я там буду с этим... А в других местах они не будут обманывать? Что он тебе сказал? Если открыть, например, шоу-румешну, а они не будут обманывать? Достаточно аргументов, чтобы не открывать автомойку. Надеюсь, вы прислушиваетесь в твои, Настя. Я не хочу открывать автомойку. А что хочешь? Шоу-рум. Шоу-рум? Шоу-рум, блядь, шоу-рум. Шоу-рум? Шоу-рум, ну что вы за люди такие? Блядь, может, Миран тоже хотел шоу-рум открыть? Открыл шоу-рум? Они ошиблись, блядь. Ну, хуй все, ладно, пусть так будет. Шоу-рум, блядь, шоу-рум, одежда, спортивная. Так я еще не решила, как это сделать. Кидайте свои идеи в комментариях. Какой Настя может открыть шоу-рум, бля? Посоветуйте ей что-нибудь. Присылайте швей, материал. Конечно, деньги присылайте. Деньги лучше всего. Да присылайте все, кроме старого Гелендвагена, пожалуйста. А где твой Гелик? Красный. У меня его не было. Ага. Это прокатный был. Я понял тебя. Та-та-та-та-та. Здесь нужно будет сделать в замедленном, в замедленном сломо. Грустно. Слушай, а представь реально, если бы вот в такой программе отец бы подарил сыну Гелик. И как выглядело, если бы он бы его распаковывал бы? Какой, блядь, Гелик в коробке? Маленький. Маленький. Нет, не маленький, большой, настоящий. А как тебе в коробку? Ключ? Какой в коробку? Как я, блядь, Гелик, как я гелик буду распаковывать? Я уже у тебя одни ключи по умею. Хорошо. Я нашла ваш плаву. Маленький, молодец, молодец, сидел, выжидал, выжидал момента. Выдал. Раз год и палку придаем. Так что там с Геликом? Когда ты, да? Когда ты попалывать будешь? Я уверен, что если мы с тобой начнем это делать, когда-нибудь ты точно распакуешь ключ. Мы же помнишь, у тебя же уже тоже был Гелик, маленький такой. Да, помнишь, это первое свидание наше было. Да, кстати говоря, вот он говорит, я тебе подарю Гелик. И сказал, сделал, вот такой, правда, болтительный, маленький. Но выполнил слово свое. Не напиздевал. Я считаю, что... Я был первый, я был первый. Да, я был первый. И у нас было третье свидание. И ты уже, да. Ты так хорошо начала. Да, и ты тоже. Знаешь. Можешь обнять еще раз? Ну, обними его еще раз. Ну, еще раз. Ну, что ты... Сколько раз ты у тебя? Обними его полразика, полразика. А давай ты смотри, давай за каждый раз, который он будет показывать, ты будешь его обнимать. Давай. Давай. Нет. Чего? Ну, я не хочу. Маш, ты не должна просто так его, пусть показывает. Обнимался. 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 Так, я один скажу. Надеюсь, вы ушли. Давай. Фу, блядь, зеркал. Давай. Паспарту! Сколько у нас ключей? Два. А ты бы какой бизнес открыл, Олег? Да. Я бы открыл... Продюсер? Резинки? А как бы ты его назвал? Фиднес-резинки? Может быть, какие-то. Я открыл бы танцевальную школу. О, точно. Так как я с детства занимаюсь танцами, осваиваю абсолютно все танцы. Чемпион России по танцам. Весь чемпион мира по танцам. Чемпион мира по танцам. Серьезно, я танцевал? Все стили. Я знаю. Я его можно будет знаком. Семи лет танцую. В все стили. Я бы в 9 лет танцую. Слишком много у нас. Я тоже танцор. Ребята, тоже. Я тоже танцор. Все в огне. И вот так. У-у-у-у. Где там сколько клеточей? Сколько раз еще раз? Я покажу воздухом, давай еще раз. Сюда, я танцую. Считай. Танцую! У-у-у-у-у-у! Танцую! А взрывай уже! У-у-у-у. Сколько раз мы сделали? На второй раз лучше получилось это, реально. Нет, серьезно, давайте каждый покажем свой стиль. Подожди, ладно, а что за танцы? Ты бы преподавал там лично? Конечно. А кто, блядь, ты? Он вообще-то реально чемпион. Все стили танцев. Ну, а для его школы он бы тантры преподавал. Все стили танцев, абсолютно. Можешь танцевать нам все, что ли? Конечно. Да. Где? Стать? Да, только не раздевайся. Можешь сидеть. Один, кстати, из стиля, я раздеваюсь и голый танцую, абсолютно. Я когда ему научился танцевать. Тебе сейчас какой показать стиль из всех, что я умею? Вопросы, которые ты воприть почитаешь. Сейчас разомнусь. Люстру, люстру. Аккуратно, дорогая. Я уже танцевал один раз под люстрой. Это точно люстру, а не колесо было? Ребят, мне с детства сбивает смех, когда я танцую. То есть я танцую в пустых залах. Это мое условие, чтобы людей не было. Чуть-чуть какой-то шорох, нахуй все. Поняли? Тихо. Сейчас. Ага. Не порвись. Готова? Не смейся. Не охуеть только, ладно? От пиздатости этого танца. Я держусь. Смотреть можно? Да. У меня слепоток. Вау! Е! О! Танцуй под бузовом. Танцуй под бузовом. Под оселёвки и звуки музыки. Под эту лёгкую музыку. Танцуй под бузовом. Все-все-все, дави тоже в деле. Под эту лёгкую музыку. Танцуй под бузовом. Танцуй под бузовом. Третьи арбузами. Подожди! Танцуй под бузовом. Вставай, малавка! Танцуй под бузовом. Под эту лёгкую музыку. Оль! нет это слишком сложно для меня я честно я слишком не только показать итак мы запускаем флешмоб записывая под новую песню давая и буду пьяным его танец и я покажу за тебя давай на по чуть-чуть и я сегодня буду пьяным буду грубия всю ночь и до утра я буду чувствовать себя постоянно сегодня повторяйте движение за мной отмечайте меня в хэштеге я покажу это дави спасибо спасибо большое друзья за то что смотрели наблюдали за моим танцем я тоже танцевал 8 баллов по этому что это было лучше 83 нет у меня в беларуси 8 баллов по классическому танцу до 10-балль на шкала смотрю с окна не выпадет ты так назад уходишь тихо продолжаем продолжаем я в париже расстался со своей девушкой а что произошло с тобой в париже слушай а я не расставался ни с кем то что мне не с кем расставаться меня девушки ты сожалеешь об этом сожалею о том что мне не с кем расставаться да я сожалею слушай жизнь никто не выебывает тебе мозг никто не говорит что ты мудак никто не говорит что я конченый ублюдок я страдаю поэтому я хочу найти себе желал пошел на поэтому если ты смотришь сейчас ты считаешь что ты можешь подходить на эту роль ты отлично говоришь фразу ты дно ты правильно ставишь удаление во фразе иди нахуй долбоеб да без акцента говоришь слово долбоеб да да еще критерий на там надо очень вот реально и себя сейчас был по ту сторону я бы проследился да я сам сдерживался тебе честно сказать сам держусь до вкладе на себя разберет отношения отношения слушай на самом деле давно потому что я к этому вопросу очень серьезно отношусь я как бы не хочу отношений которые бы знаешь типа но доставлять кому-то неудобства да там человеку делать плохо поэтому собственно я сижу без отношений на полтора года я потому что вижу постоянно все пишут ведь он же скорее мужа скорее ты как я не могу не мы не встречаемся мы все думали что встречались или вы это просто подавали так это нет у нас у нас были как бы отношения но на данный момент мы как бы они закончили они были все-таки отношения у них были отношения пишите на почту пишите в уделе кто свободном третья ссылка после канала спас будет и альбины не выяснили пишите ему в тире я свободную жду свою девушку он сидит живет я свободен я уже была где-то птица в ней не только что придумали да да и вкусно вам нравится наш замес тогда подписывайтесь и ставьте колокольчики давайте прочитаем что пишут девчонкам директ нет у меня деньги закончились открою переписку с давидовичем а потом с афони мне нет переписки с давидовичем врешь ты говорила что приписываешь да открою только по поводу про автопробега смотра ран давай с афони прочитаем как ты любишь да ладно коттедж гелик для душа ахаха что голосовой открою голосовой короче смотри 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 не платишь кайфуешь и набираем девчонок и все стоп стоп сразу стоп стоп остановись ну дай скажу я даже не буду не против чтобы вы вдвоем это сделали подожди ну подожди я не сомневался я всегда знал что вы встречались мы пообсуждали проект его дома когда он зато катя отрезает ну дайте ему сказать вот сейчас никто ничего не понял но для тех кто не понял луафони шоу где живут девочки что тебя остановило туда ехать в смысле на хрена мне это надо ну вот блять он тебе предложил почему ты предложил у меня свой канал я взрослая женщина ну ты бы хоть подумала ты же любишь это какая-то взрослая а я еще даже взрослая кстати взрослая но мне не 15 чтобы идти на этот долбоебский проект как стоп то есть люди которые там участвуют долбоебы ну как бы да а у меня что она говорила что афония лучший друг афония хороший мой друг но я считаю что это зашквар просто идти как бы на на типа надо дом 2 например смотри у тебя есть деньги я снимаю они вот это вот все согласен а если бы у тебя вот все прям через жопу нету я бы за пошла работать не знаю магазин одежду продавать ну не вот это мойку бы открыла например да мойку мойку открыл например чё я работала на обычных работах много я бы открыл магазин у нас было бы совместных вещей да да совместная линейка с паспарту производство было бы россия билла блять 2 россия франция и мы бы вы продавали одежду на карапузиков таких вот как я и поставил ваша назови и как называют правильном вас вот скажите честно как называют вас правильно блять вы называете нас по разному ёпта как вот блять вот ты открываешь магазин для кого для кого для кого для людей ниже там 140 условно то есть это так ты будешь называть ну ты блять меня знаешь сколько у меня стука именно кириллами этот это abl~~ Паспарту Этот гоблин, этот Хуника, как его Подожди, ну как его Ну как его Куда, вы меня снять Ну хоббит Хоббит Кто там ещё ест Хоббиты Кто там ещё ест Этих имён 15 Моя мама не знает Как меня называют в стране А мама как тебя называет? Леша, блядь, ты мой! Блядь, мне застряло нахуй мясо в горле Постучи! Куда нахуй? Сколько мяса застряло? Семь дней Друзья мои, вероятнее всего Подожди, дай я начну, а вы подхватите Давай, мы подхватим Друзья мои, вероятнее всего вы не увидите этот выпуск Но если увидите, значит все получилось Продолжай Типа у нас, мы просто, у нас прикалывает снимать и выбрасывать материал Мы просто хотели пожрать Мы просто хотели пожрать На самом деле, можно я скажу, Ген? Что мы уже снимали такой выпуск Мы собрали 12 человек за столом У нас был безумный балаган Мы ничего не смогли с этим сделать, к сожалению Но сегодня я хочу поблагодарить Даву, которая к нам второй раз пришла Дав, спасибо тебе огромное, брат Спасибо вам Ты уже часть нашей команды Лешка, спасибо тебе, что ты пришел, брат Настюх, люблю, уважаю Хорошо, что чехи не приехали к нам Мне кажется, все прошло хорошо Отлично Это канал Замес Ставьте лайки И колокольчики И подписывайтесь И пишите Давайте еще раз, начнем с Давида На меня Подписывайтесь Колокольчики Комментарии пишите Позвените своими колокольчиками На нашем новом канале Замес Колокольчики Звенят Пойдемте отведем Лешку В шнур Домой В обориад Отправим А мы летим в Париж Нам пора, ведь время уже Фиксики Такая 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 Добавляю Продолжение следует... Продолжение следует...